Здарова, друзья! Сегодня, короче, мы с вами будем тестировать золотые дробовики. Да, вы офигеете, но такие золотые дробовики банально просто существуют в игре. И у нас на глазах, вы как видите, есть ДБС на доработанную резку, ну и две сайги высшего качества, золотые тоже, на облегчённый магазин, то есть с быстрой перезарядкой. Так что, тема вот такая вот. Что могу сказать? Предыстория. Эти дробовики мне ни разу не упадали, мне их в целом-то, можно сказать, так подогнали, если что, мне подгонять ничего не нужно. И в будущем, и сейчас. Ну, сейчас уже метро-то почти нету, можно сказать и так. И то, что интересно, это то, что они реально просто падают только с боссов, хоть и редко, но всё же падают. И минус в том, что они обычно падают либо на доработанную резку, либо же на быструю перезарядку. Других вариантов, ну, почему-то вот как-то не выпадает. Я слышал, что есть, конечно, на урон дробовики, но, конечно же, мне их никто не даст. Так что вот так вот. И также видел, что есть максимальная МКшка, которая у нас и даёт плюс и урон, и бронебойную пулю. Такую я видел всего одну за весь сезон, то есть одну. Это жесть. То есть это, ну, раритеты, и такой у меня даже в руках никогда не было. Хотя вот, например, даже такие МКшки у меня были кучами, а чтобы была бронебойная пуля и изысканная пуля, такого не было. Вот такие вот фишки. Сегодня мы пойдём играть с Сайгой. Кстати, хотел бы кое-что вам показать насчёт Сайги. И это то, что вот, что брать лучше, утконос или компенс? Чисто чекайте статистику. Утконос увеличивает дальность, насколько я понял. А вот эта вот штука увеличивает стабильность. Причём увеличивает стабильность настолько мощно, что это где-то процентов 200, 250 или даже 300. То есть это очень много. А дальность увеличивается, ну, что-то типа на 80 или как-то вот что-то в этом духе. Конечно, тоже круче, но, наверное, я всё-таки воспользуюсь стабильностью. Мне кажется, что это намного круче. Ну и здесь ещё также есть прочный материал, но он в целом-то нам практически ничего не даст. Пойдём мы в соло-режим, попытаемся всех перестрелять. Также зайдём в радиацию, если будет такая возможность. Ну и в целом, нам нужно просто протестировать эти дробовики на людях, на собаках, на ботах, на боссах. Короче, всё, что встретится нам на пути. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, а то мы и так уже задержались. Ну и также перекачиваем урон на дробовики. Вот таким вот образом, ну, не таким, ладно, вот таким он будет выглядеть. Вот так вот, применить. Ну а также сайга, конечно же, у нас не отображается, что интересно. Ну и также подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка будет в описании. Ну и погнали. Ну чё, друзья, багаем, спаун. Надеюсь, повезёт. Обновление в PUBG Mobile. Покупай любые предметы за UC и получай топовые скины. Но как пополнить игровую валюту, если в игре не получается? Для игроков из России донат доступен на сайте playrock.com. Выбирайте любое количество UC и покупайте их напрямую через меня. Уже на моём аккаунте более 2000 отзывов. Я думаю, что это хорошая гарантия лично от меня. Покупка происходит в пару кликов. Переходите на сайт по ссылочке в описании, регистрируйтесь через ВКонтакте или Гугл. Выбирайте любое количество UC, оплачивайте с банковской картой или с вашего Kiwi кошелька. Получайте UC за 5 минут по вашему ID. Playrock.com, ссылка будет в описании. Ну что ж, уникальная возможность, как говорится. Протестируйте это сразу же моментально, просто на боссе. Кстати, ещё встреча дробовики, типа на расширенный магазин. И по сути в этом дробовике получается 16 пуль в обойме. Ну, много, знаете ли, очень много. Ну и погнали, конечно же, её проверять. Запустаемся, наверное. И от босса нам нужен рюкзак. Всё, что могу сказать. Ну, кстати, ещё есть хорошая возможность принимать людей, потому что это будет close fight, а у нас, типа, в этом... Типа, больше возможностей. Вот так вот. Чё-то не очень, слушайте. Э-э-э, брат! Всё, всем пока. Хорошего дня. Блин. Я думаю, если честно, будет немножко проще, но, блин, здесь ещё всё же надо попасть, друзья. Надо попасть. Ну, если честно, против такого боссика, ну, как-то прям не очень круто. Мне кажется, могло бы быть и круче. Ну, а против человека трудновато, но если, конечно, научиться нормально попадать, то, в целом, будет всё идеально. Так, ладно, этот готов. Ну, если честно, его косяк. Не знаю, почему он так вышел. Чисто медленно, на зажиме. Ну, честно говоря, не идеальное оружие для пятой карты, всё же. Конечно, что-то может, как-то попадает, но не прям супер. Быстренько. Ой-ой-ой. Блин, я его заметил так поздно и чистый поймал на перезарядке. Хотя и ускоренный, но не успелось. Не успелось. Блин. Очень глупо, серьёзно. И причём Сайгу, кстати, снимают золотую. Наверное, он обрадовался всё же. Ну, что ж, возьмём ДБС на этот раз. Ну, типа, Сайгу сняли, будем менять. Если снимут ДБС, возьмём тоже в целом-то Сайгу. На самом деле, повезло какой-то четвёрке. Прям серьёзно. Но он словил прям хороший тайминг. Погнали повторочку. Ну, кстати, у Сайги довольно быстрая перезарядка, поэтому облегчённый магазин я в целом не совсем-то уж и прям как-то сильно заметил. Хотя прикольно. И для дробовика это очень круто, потому что по сравнению, например, с нашей ДБС, с которой мы сейчас идём, перезарядка у неё, ну... Одна секунда, один заряд. Это много. Всё, что могу вот прям с самого начала вам сказать. Ну и также, конечно же, скорострельность оставляет желать лучшего. Но зато, если не ошибаюсь, у неё больше урон. Но это не так уж и круто, если вдруг у нас не будет пуль, то и урон нам в целом-то не поможет. Ха-ха-ха-ха-ха, брат! Просто... А... В чём хитрость заключается? Я не понял, типа крысил или что это было, но... У него прям ничего не получилось. Давай быстрее! Блин, там взрывы где-то, да, ну... Ну, мне прям взрывы не нужны. И, конечно, в темноте, может быть, я и буду эффективен, если, конечно, мы вынесем с двух пуль человека. Если мы промажем, то взлетит голова и всё. Быстрый конец, как говорится. А такого нам точно не нужно. Я вообще не вижу ничего, капец. Я хоть и попал, по голове, но... Просто, понимаете, ничего не видно. Да, конечно, может быть, вы ещё что-то видите на экранах, но лично у меня на телефоне не видно совсем ничего. И смотря на ПК, задержка в одну секунду, это, на самом деле, не очень-то уж и удобно. Капец, я дурак. Субтитры сделал DimaTorzok. Блин, хорошо, что у него была СКС-ка. Это просто такое отстойное оружие для Близи. А у нас дробовик. Это наоборот. Да, и зачем ему столько патрон нужно было? Вообще непонятно. Ой, кстати. А мы тут собачились, да? Но тут уже кто-то был. Даже без нас. Стоп, стоп. Собака где-то кого-то бьёт, да? Я понял, в чём прикол, да? Вот крысёныш. Ой, как хорошо, ой, как хорошо, друзья. Отлично. Всё же дробовик ещё что-то может. Ну, конечно, сами понимаете, что, понятное дело, он был раздамаженный. Его там собачки покусали, но... Как-то тут прям много залутано, но хотя у него тоже в целом-то было много всего. Семь чертежей. Понятно. Интересно, если кинуть сюда вот в эту штуку, она сорвётся? Чё-то не очень. Не-не-не, друзья, дробовик против собак как-то вот не тянет совсем. Если МК-шка прям их бьёт отлично, то дробовик, ну, не знаю. Если, конечно, на третьей карте дробовик МБА против собак, то здесь почему-то нет. Видимо, у них больше ХП. Ну, ясен пень их больше, конечно же. Из-за этого, видимо, они вообще не шотаются и даже там с двух выстрелов в голову, ну, как-то это всё трудновато. Так что здесь уж решайте сами. Ну, а также патрон для дробовика весит прилично много. Примерно две головы нужно дать собаке для того, чтобы откинуть её, как говорится, в лобби. Это, кстати, прилично много. Извини, шлем, но, к сожалению, мы с тобой должны расстаться. Хоть ты и дорогой, красивый, хороший, ценный, сильный, но... не судьба. Блин. Ну, блин, слушайте, ну, с ДБС можно и не попасть, хотя я, наверное, его шотнул бы, если бы попал хотя бы один раз. Ну, слиток груду мы выносим, чёрное письмо выносим, но он нам два раза, по-моему, попал по голове. Спасибо, вот такая вот удача у нас прям идеальная. Спасибо. Да, радиацию нам заултать было не суждено. Как уж и быть. Хотя все шансы были, наверное, нужно было прицелиться и стрелять чуть-чуть на дальней дистанции, потому что в клоусфайте, ну, с дробовика можно промазать. Все это знают, а с прицела это сделать, как по мне, сложнее. То есть попасть легче. Погнали ещё в последнюю катку, ну и посмотрим, что из этого получится. Ну и в целом, какой можно подвести вывод? Дробовик? Ну, не очень. Берите МК-шку, играйте лучше с ней, но если вам выпало, то вам повезло, можете попробовать, потому что оружие максимально дешёвое там. Ломается плюс-минус медленно, патроны дешёвые, так что рискнуть можно. Но опять же, нужно где-то крысить за углами или ещё что-то типа того. Ну погнали, пробежимся, посмотрим, что из этого получится. Я просто вообще максимально не уверен вообще в чём-либо здесь. Потому что людей крайне много, а мы прям по центру. Погнали. Играет музыка. Да ты что? Да ты что? Странно, там два калаша и гранник вдруг вылетел. И второй. С кайфом. Ладно, пойдём разрубим эту ситуацию и, возможно, дойдём до выхода уже. Потому что в целом, поиграв с дробовиком, я понял то, что, ну, он не лучший МК-шки, вот и всё. Хоть он и золотой, но, блин, это не так уж сильно решает. Так, вижу, вижу, вижу. Он хоть понял, что я гранату кидаю или нет? Да, походу, я его всё же зацепил гранатой, потому что он сгорел довольно быстро. Ну, окей. Там-то бот, надеюсь. Он тоже, кстати, с дробовиком, блин, прикиньте. И, кстати, почему-то издалека тоже слышал такие же выстрелы, и, по-моему, это было со спины. Странно вроде. Ну, здесь, короче, забираем всё, и выход у нас в целом-то рядом. Ну, что ж, друзья, на этом уже всё. Не забывайте, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, также пишите своё мнение о дробовике в комментариях. Был ли он у вас, пробовали ли вы, ну, возможно, не такая уж и сильная разница между обычным дробовиком-вышкой и этим. Ну, да, она как бы не такая уж и существенная, потому что бафы, они только немножко чего-то ускоряют. Ну, а стоит она того или нет, уже решать лично тебе. Не болей и до завтра. Пока.